Привет! Мы представляем наш новый суббренд Motostrong. Теперь вы можете приобрести прекрасный мотоцикл с минимальным пробегом, который мы сами привезли из Европы. Мы предлагаем только аккуратные мотоциклы в отличном состоянии. Более того, они уже готовы к новому мотосезону. Нужен добротный мотоцикл по честной цене. Ссылки и контакты Motostrong в описании. Прямо сейчас мы разберем долгожданный двигатель от Volkswagen VR5 объемом 2,3 литра. Встречаем! С 1992 года по 2010 на автомобилях Volkswagen применялись двигатели с блоком цилиндров типа VR, то есть с рядно смещенной компоновкой цилиндров. Это значит, что оси цилиндров не находятся в одной плоскости, а под углом 15 градусов. Таким образом, цилиндры не расположены в ряд, но скомпонованы в одном общем блоке цилиндров. Двигатели VR5 имеют 5 либо 6 цилиндров, а объемы варьируются от 2,3 до 3,6. Сегодня мы рассмотрим двигатель VR5 объемом 2,3 литра с индексом AGZ. Это очень простой двигатель в данном семействе. У него 5 цилиндров, которые помещены в чугунный блок, по два клапана на каждый цилиндр. Клапаны приводятся двумя распредвалами разной длины. Впускной коллектор имеет механизм изменения его геометрии. На заднем торце двигателя находится привод ГРМ, в котором две цепи ГРМ. Двигатель VR5 объемом 2,3 литра с 10 клапанами применялся с 1997 по 2001 год. И ставился на такие автомобили, как Volkswagen Golf, Bora Passat, а также на Seat Toledo. Затем этот двигатель был заменен на более современный 20-клапанный с таким же объемом. Двигатель VR5 имеет очень хорошую надежность. Без труда может пройти и 500 тысяч километров. Все зависит от сервиса, а он может влететь в копеечку. Замена цепей ГРМ хлопотная и дорогая. Вдобавок, этот двигатель оснащен двухмассовым маховиком, стоимость которого примерно 715 долларов. В целом, некачественное обслуживание и отсутствие нормального сервиса осложняют эксплуатацию автомобилей с двигателем VR5. Почти на всех двигателях VR5 пришлось поменять клапанную крышку из-за течи масла по ее уплотнению. Дело в том, что прокладка продается только вместе с дорогущей оригинальной клапанной крышкой. Стоит примерно 220 долларов. Не оригинала, к сожалению, нет. На двигателях VR5 частенько возникает нестабильный холостой ход, который чаще всего вызван подсосами воздуха в обход расходомера. Для определения подсосов надо опрессовать впускной коллектор и поискать подсосы воздуха дымогенератором. Скорее всего, они будут найдены по прокладке дроссельной заслонки, по корпусу клапана системы вентиляции картерных газов, а также по механизму изменения длины впускного коллектора. Также подскакивающие либо высокие обороты могут быть вызваны загрязненной дроссельной заслонкой, а также подклинивание флейтой механизма изменения длины впускного коллектора. Естественно, двигатель может подтраивать из-за проблем в системе зажигания. Клапан системы вентиляции картерных газов находится возле дроссельной заслонки. В нем есть мембрана, которая со временем лопается. При этом масло появляется во впуске и оседает на расходомере и воздушном фильтре. Проблема лечится заменой клапана. Ну а по-быстрому раскидать этот необычный мотор нам поможет Николай! Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку! Одна из особенностей двигателя VR5 – это то, что в левую опору встроен корпус масляного фильтра и теплообменник. На практике с этими узлами и прокладками между опорой и блоком двигателя ничего плохого не случается. Помпа системы охлаждения встроена в кронштейн, который находится слева на двигателе и приводится от ремня навесного оборудования. Помпу иногда приходится заменить, если обнаруживается течь по ее корпусу, течь антифриза. Но в двигателе VR5 есть еще одна помпа, которая находится сзади двигателя и приводится от электромотора. Она служит для продолжения циркуляции антифриза после остановки мотора. После выключения зажигания эта помпа должна гудеть еще некоторое время. Если она неисправна, то тогда антифриз может нагреться, закипеть и ГБЦ может деформироваться. Естественно, если помпа вышла из строя, ее надо поменять на новую. Но перед этим стоит убедиться, что она действительно не работает, то есть подать на нее 12 вольт. На заднем торце двигателя находится пластиковый разветвитель системы охлаждения. В нем встроен термостат. Со временем на возрастных машинах он дает течь антифризом. Сначала течь начинается между ним и ГБЦ, а затем эта пластиковая деталь может и вовсе треснуть. А вот чтобы ее заменить, это хлопотно, потому что доступ затруднен. В этом же корпусе находится и датчик температуры охлаждающей жидкости, который со временем может порадовать трещиной вдоль по корпусу. Естественно, тогда тоже возникает течь антифриза. Дроссельная заслонка на двигателе VR5 с тросовым приводом, естественно, присутствует датчик положения. Если дроссельная заслонка быстро загрязняется, значит проблема системы вентиляции картерных газов либо же поршневая группа усажена. А вообще дроссельная заслонка на двигателе VR5 беспроблемная. Система зажигания 10-клапанного двигателя VR5 состоит из модуля катушек зажигания и коммутатора. Катушка зажигания со свечами соединена высоковольтными проводами. Со временем катушка может растрескаться, и тогда двигатель будет работать с пропусками зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Но даже при замене катушки на новую двигатель может продолжать плохо работать, и тут виновником может быть коммутатор. Практика показывает, что в нем обрываются внутренние контакты. Поэтому стоит прозвонить пины 2.6. Если не прозваниваются, то надо ставить новый коммутатор. Впускной коллектор двигателя VR5 пластиковый. Это он просто покрашен под металл. Здесь есть механизм изменения его геометрии. Механизм беспроблемный, но могут возникнуть подсосы воздуха вот здесь по прокладке, а также по оси. Все это управляется одним из электровакуумных клапанов. А второй электровакуумный клапан управляет клапаном вторичного воздуха. А вот это тот самый клапан вторичного воздуха, который удаляют с двигателя. Когда катализаторы вышли из строя, их заменили на что-то подходящее. А система вторичного воздуха нужна для того, чтобы выпускной коллектор попадал в воздух для ускоренного разогрева холодного катализатора. Топливные форсунки имеют отличный ресурс и, как правило, внимание к себе не вызывают. При больших пробегах некоторые владельцы заморачиваются чисткой форсунок. Форсунки надо чистить специальной жидкостью и проливать их как при нормальной работе. Чистка дает хорошие результаты, мотор едет гораздо бодрее. Иногда бывает, что одна из форсунок выходит из строя, и тогда двигатель работает с пропусками зажигания в одном из цилиндров. А диагностика фиксирует короткое замыкание в соответствующей форсунке. Если двигатель подтупливает при высоких нагрузках, то есть не выдает полную мощность, то надо проверить подачу топлива и давление в топливной рампе. Давление в топливной рампе должно быть 3 бара. Если такое давление, то значит бензонасос работает бодро и с регулятором тоже все в порядке. Сняли клапанную крышку и видим длинные и короткие распредвалы. Впускной и выпускной коллекторы находятся слева и справа от ГБЦ. Впускные и выпускные клапаны разбросаны по ГБЦ в шахматном порядке. Также здесь есть длинные и короткие впускные каналы и ни один из распредвалов не является ни впускным, ни выпускным. Ну а теперь поговорим о состоянии. Лаковый налет достаточно темный. Кулачки распредвалов живые, но нас смущает за полированностью. Явно были проблемы с маслом в этом двигателе. И как мы уже говорили, привод ГРМ находится сзади. Цепи ГРМ служат примерно 250 тысяч километров. Затем они имеют свойство растягиваться. После растяжения слышен отчетливый грохот и лязг. Прислушиваться к шуму надо задней части двигателя. Вместе с растяжением цепи может произойти облом направляющих планок, вот как в нашем случае. И после этого цепь начинает лязгать еще громче. Сильно растянутая верхняя цепь ГРМ может перескочить. В большинстве случаев это происходит без каких-либо серьезных последствий. Обычно она перескакивает из-за того, что автомобиль оставляют на передаче, он откатывается назад. Цепь отжимает гидронатяжитель и после перезапуска она перескакивает. Такая же проблема происходит, если неопытные сервисмены повращают коленвал против часовой стрелки. После этого появляется ошибка по датчику распредвала. Двигатель работает нестабильно, возрастает расход топлива, выхлопные газы пахнут бензином. Для устранения этой неполадки надо проверить метки ГРМ и выставить распредвалы правильно. Также можно заменить весь комплект ГРМ. Неоригинал стоит примерно 250 долларов. Оригинал ощутимо дороже. Для замены цепи ГРМ и сопутствующих деталей надо снимать коробку и вывешивать двигатель. Вот такая вот интересная ГБЦ. Цилиндры расположены в шахматном порядке. Если говорить о состоянии, то мы видим, что мотор ел масло литрами. Обильный масляный нагар на клапанах. Этот мотор погиб от встречи впускных клапанов второго и четвертого цилиндра с поршнями. Как мы и говорили в начале, блок с рядно смещенной компоновкой цилиндров. То есть оси цилиндров расположены не в одной плоскости, а под углом 15 градусов. Все это скомпоновано в одном блоке. Если говорить о состоянии, то обильный масляный нагар на донышках поршней и хона практически нет. Ну и естественно следы удара на втором и четвертом поршне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот приходится выпендриться, чтобы разлучить мотор с коробкой, вывесить мотор, открыть крышку ГРМ и получить доступ к цепям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Интересно, какое масло подойдет в этот двигатель? А в данный мотор отлично подойдет масло ELF Evolution Full-Tach MSX с вязкостью 5W-30. Выгодно приобрести его со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании ArmTech. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов ArmTech. Кстати, ArmTech является единственным дистрибьютором масел ELF в Республике Беларусь. Двигателю VR5 не свойственен расход масла на угар, но небольшой аппетит, примерно 200 грамм на 1000 километров, может появиться при пробеге в 300 тысяч километров. Это происходит из-за износа маслосъемных колпачков. Замена сальников клапанов надолго решает эту проблему. Также не стоит забывать о состоянии клапана ВКГ, если во впускном тракте обнаружено масло. Через цилиндропоршневую группу двигатели расходуют масло по причине сильного износа маслосъемных колец, а также износа гильз цилиндров по причине экономии на моторном масле. Как мы видели, стенки цилиндров на данном моторе были изношены, и это послужило толчком к масложору. Масло горело, откладывалось на жаровом поясе, закоксовывало маслосъемные кольца и лишало их подвижности. По состоянию шатунных вкладышей критичного износа нет, коренные вкладыши тоже не критично изношены, но видим борозды. Это значит, что в масле были подгоревшие частицы, а вот коленвал выглядит бодрячком. В блоке этого двигателя нет маслофорсунок. Коренные вкладыши верхней изношены незначительно. Вот от этого вала приводится маслонасос. Вот такой прикольный двигатель есть в линейке VAG. У него есть свои поклонники, но счастье с этим мотором можно достичь, только когда знаете, как и где его обслуживать. Разборка закончена. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».